Субтитры создавал DimaTorzok Юрий Иванович, дорогие друзья, давайте еще голосом приветствуемся. Дорогие друзья, поводом к нашей сегодняшней встрече послужил выход новой книги Юлия «Доктор, у меня стресс», общаться в первую очередь сегодня будем об этой книге. Также, как всегда, в рамках встречи приветствуются ваши вопросы, как только они возникают, не стесняйтесь, поднимайте руки. Ко всем поздравить подойти, сегодня уникальная возможность спросить у специалистов то, что приводит вас больше всего. Но сначала, Юрий, будем признать, если немного рассказать о процессе работы над новой книгой. В первую очередь, как для вас отличался именно рабочий процесс от книги «Доктор, я счастлив». Сегодня будут очень приветствоваться вопросы. Вместо того, чтобы я что-то рассказывал, потому что я ночью прилетел и весь день работал, и поэтому моя психика, когда шла по-невски, она шла счастливая на презентацию, как на отдых. Поэтому, во-первых, во-вторых, мне очень сложно рассказывать про эту книгу, потому что я только что ушла в верстку третьей книгой, и где-то буквально через месяц меньше она выйдет. И вторая книга, она, конечно, очень интересная, наверное, для жителей больших городов, но третья книга, она мне перекрыла все первые две, потому что, наверное, третья книга будет выйти для меня самая важная. Эта книга про отношения межличностные полностью будет посвящена. А вторая книга, она посвящена, как идея ее была обозначена, это стрессовые, различные стрессовые ситуации, которые возникают у жителей больших городов в основном. По скверу меня как-то спросили, чем отличаются москвичи от, допустим, не москвичей. И я им постарался объяснить, но они все равно виделись. Я бы сказал, что злые, говорю, вы, потому что много вас на территории единиц. Если вас рассредоточат куда-нибудь всех в Сибирь, то вы станете добрыми. А если сибиряков отправить в Москву и скучковать так же, как москвичей, то сибиряки станут злыми. Поэтому есть определенные специфические особенности проблем жителей больших мегаполисов, которые в том числе отражены в этой книге. Ну и в том числе там различные какие-то, как всегда, лайфхаки. Я когда первый раз прочитал, что где-то в интервью, что меня вызвали лайфхакером, я виделся сначала. Потом посмотрел, что это такое, понял, что можно не обидаться. Там разные лайфхаки. Книга начинается с моей любимой истории. Это когда Академия Павлов проводила эксперимент с мышками. Он взял большой стеклянный ящик, разделил его стеклянной перегородкой пополам, поселил в одну половину семью мышек, у которых было все для нормальной, естественной жизни. Соломка, тепло, еда, вода. А во вторую половинку посадил кошку. Которая, в принципе, она не могла даже пальцем тронуть мышку. Но при этом мышки теряли интерес к жизни. Они не ели, не пили, не занимались сексом. И тихонечко у них начинали выпадать волосики из изоляции кишечника. И они в течение семи дней благополучно отдавали Богу душу. Таким образом, Павлов задолго до еще возникновения теории стресса, он показал, каким образом, в принципе, происходит в том числе и соматизация хронического эмоционального напряжения, в котором мы можем находиться. Что это влияет не только на качество жизни психологическое, что стрессовая ситуация, хроническая стресс, он влияет на здоровье физическое, что для меня, как для врача, очень важно. Но и даже в этой ситуации, в принципе, начиная с первой истории, показано, что эти мышки при определенном подходе, если бы они были чуть-чуть умнее, они могли бы справиться с этой стрессовой ситуацией? Да, могли бы. То есть, если бы они набрались в этой безвыходной ситуации смелости, и, как я всегда говорю, что правильный путь всегда увеличивает страх, если бы они пошли навстречу своему страху и подошли бы к этой кошке, они бы обнаружили, что они самые счастливые мышки на свете. Они единственные мышки, которые могут подойти к самому носу кошки, повернуться попой, показать ей эту попу, и им ничего за это не будет. Мои клиенты очень часто таким же образом живут в хронической стрессовой ситуации. Я буквально недавно оформил это в виде, клиенты идут, 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 и потом у меня как бы сухой остаток остается, и я понял в такой метафорической форме, с какой проблемой ко мне, как правило, приходят жители больших городов. Это примерно такая метафора, что ко мне приходит женщина, садится передо мной и говорит, доктор, я много лет сижу на стуле, там торчит гвоздик, мне очень больно и неудобно, что мне делать? Я говорю, так встаньте, а она говорит, а что можно? Можно, так спасибо доктору, вы гиди. Ну вот, так, ну просто гиди. И вот это вот как бы, а что так можно было, это типичная реакция, которую я часто слышу в своей практике. Спасибо большое. Юрий, скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, по каким основным аспектам, все-таки жители больших городов больше подвержены стрессу, нежели жители малых? Если не можем ли мы проводить такой параллель, что, соответственно, жизнь в маленьком городе или в деревне, она более спокойна? Скученность, скученность и, во-первых, это скученность, во-вторых, это скученность, в-третьих, это скученность, потому что именно из этой скученности возникает большое количество межличностных проблем, когда жители маленьких городков, жители деревень, они эмоционально, ну как бы, более, ну, относятся друг к другу, потому что это знаменитый эксперимент, может быть, тоже краем уха слышали, я не помню, описан, буквально даже, кстати, и здесь описан, это когда проверяли на степень эмпатичности толпу, когда экспериментаторы, психологи в виде эксперимента падали, якобы, без сознания, в различных местах в городе, и совершенно четко экспериментально было доказано, чем больше в каком-то людей, тем меньше вероятность, что тебе окажут помощь. На, вот я сейчас живу на площади восстания, если я там сейчас пойду назад от усталости и упажу, я там буду лежать до утра, вот. Поэтому, в случае чего, если вам стало плохо, надо обязательно ползти в подбородню, вот, вероятность оказания помощи там резко повысится, вот, надо поворачиваться на спину и желательно надеть шляпу. Психологи доказали, что вероятность оказания помощи человеку в шляпе на порядок выше, чем без шляпа. Что-то в этом есть, вот. Поэтому скучность, которая очень часто приводит к определенной деперсонализации, и мы перестаем друг друга видеть, как людей, мы начинаем видеть друг друга, как просто какую-то толпу, массу. Причем те же самые люди, которые, рассредоточившись, где-то превращаются снова в человека, в персону, с историей, с судьбой, важную частичку жизни. А вот когда мы все в кучке, мы как-то сразу... Даже есть такая ведь раздор психологии, массовая психология, где очень четко показано, что эти изменения происходят не только в межперсональных отношениях, но даже внутри самого себя происходит изменение восприятия себя в зависимости от того, где ты находишься, один ты или в толпе. Есть такое даже направление психотерапии, которое крайне рекомендует, это разновидность юнгианского анализа, крайне рекомендует каждому человеку хотя бы раз в год, хотя бы раз в два года, уехать куда-нибудь в одно лицо, в какой-нибудь домик, в лес, без смартфонов, без телефонов, и побыть там вот просто одному с самим собой. Встретиться в кое-веки, чтобы какая-то часть тебя догнала, тебя и, наконец, заглянула тебе в глаза и сказала, что ты делаешь со своей жизнью. Спасибо. Юрий, но ведь с теми или иными проблемами по работе или в личной жизни сталкивается каждый человек, каждый из нас. Скажите, пожалуйста, так определить, что у тебя действительно стресс и уже, возможно, нужна помощь специалистам? Так же, это очень просто отсутствие радости жизни, потому что если человек находится в нестрессовой ситуации, либо он испытывает так называемый позитивный стресс, то есть вы, наверное, слышали, что стресс сам по себе ведь неплохо, то есть бывают разные стрессы, бывают плохие стрессы, бывают хорошие стрессы. Для вас встреча со мной для вашей тушки, как и для моей тушки, встреча, совместная встреча на определенный стресс. Но это положительный стресс, то есть когда мы выливаемся из обычного течения нашей жизни. Есть отрицательный плохой стресс, который приводит к тому, что человек начинает терять радость жизни. Проявляется это очень просто определение. Первый вопрос, который мне задали, я сейчас только что был 16 октября на международной франкопской ярмарке в Германии с двумя книгами. Первый вопрос, который мне задали там журналисты, это доктор, каким образом можно определить, что ты счастлив? Вот если у тебя нет стресса, можно понять, что ты счастлив. И я ответил, что это определить очень непросто. Определение человека, который не живет в стрессе, который счастлив, удоволен своей жизнью, очень простой. Ты с удовольствием утром просыпаешься и идешь на работу, и с удовольствием вечером с работы идешь домой. Это один из критериев. Я, правда, немножко модифицирую это определение счастья. Оно у меня звучит немножко по-другому. Я считаю, что счастливый человек с удовольствием утром просыпается и понимает, что на работу идти не нужно. И с удовольствием вечером засыпает, и понимает, что и завтра идти не нужно. Но очень многие россияне мне на это возражают, и они говорят, нет, Юрий Робертович, это неправда. Не может человек, которому не нужно идти на работу, быть счастливым. Ну, мы очень работящий народ, это слово. Скажите, пожалуйста, а что должен делать человек, который понимает, что у него стресс? Как-то помочь себе самостоятельно возможно или только обращаться к специалисту? Общий принцип я могу рассказать, но если он вам не поможет, ну тогда уже обращать их к специалисту. Потому что в работе со стрессом и вообще психотерапией, я считаю, что мне очень сильно помогает мое медицинское образование, которое очень многие вещи упрощает. Потому что психологи, я сам преподавал в институте психологии достаточно большое время, я знаю, кого мы выпускаем. То есть там ведь к психологу такому попадешь, пока ты с ним про философию Киркегора не поговоришь, он ведь не отстанет. Потом ему нужно обязательно разобрать всю предисторию, как жила твоя бабушка, прапабушка. И в конце, где-то недавно буквально карикатуру встретил, там, значит, лежит пациент у психолога на кушетке. Психолог сидит, вот, и психолог ему говорит, ну слушайте, психолог смотрит на часы, говорит, давайте, говорит, уже сразу обвиним во всем ваших предков и пойдем по домам. Вот, поэтому я считаю, как врач, что в основе наших с вами психологических отраданий лежат две вещи. Точно так же, как ваша тушка получает удовольствие, либо неудовольствие, тогда, когда она что-то получает из окружающей среды, то, что ей нужно. Вы с удовольствием что-то едите, вдыхаете, пьете. То, что вам нужно и то, что вам не нужно, вы с удовольствием что-то себя выводите. Причем оба процесса наполняют жизнь радостью. Вот, недавно у меня была на приеме директор одного мясокомбината, она сказала, мы всем коллективом читали вашу книгу, и очень смеялись, потому что они нашли там цитату про российскую сосиску, вот, что, ну там, что все продукты с удовольствием водятся, а то, что из этих продуктов не нужно, выводится, за исключением российской сосиски, которая выводится полностью. Потому что тушка не находит там что-то полезного, говорит, вот они мне привезли такой набор мясопродуктов, сказали, говорит, доктор, вы не правы, у нас очень вкусный. Я попробовал, на самом деле, вкусный. Сосисок там не было. Вот с точки зрения психологии, с моей точки зрения, действует тот же самый принцип. Если вы несчастливы, если ваша жизнь не наполняет, то есть если она не радует вас с утра до вечера, и самое главное, с вечера до утра, значит, вы либо не можете что-то получить, то, что вам очень нужно в вашей жизни, либо не можете выкинуть кого-то, кого вам уже давно очень не нужно в вашей жизни, и вы это понимаете, что рядом живет сосед, который вам очень нужен, а еще более рядом живет муж, который вам уже очень давно не нужен. И вот, по большому счету, это три проблемы, с которыми я сталкиваюсь. То есть человек либо не может получить то, что ему нужно в жизни, либо не может выкинуть чертовой матери, что ему уже давно очень не нужно, либо третий вариант, и то, и другое вместе взятое. То есть он не получить, не может, не удалить, потому что стыдно, неудобно, и бабушка говорила, что так себя вести нельзя. Можно ли резюмировать, что главная проблема, потому что человек не может решиться на какие-то периоды? Да, можно резюмировать, потому что в 9 случаях из 10 эти изменения возможны, но человек... Я всегда привожу пример, который знает старшее поколение, младшее поколение, может быть, его не так хорошо знает, когда я учился в школе, нам всегда учили в качестве примера, приводили, рассказывали. Рассказ по умному назывался «На посту». Суть рассказа заключается в чем? Значит, что отставной полковник идет вечером поздно домой и видит, стоит мальчик, плачет. Он к нему подходит и говорит, ты чего плачешь? Он говорит, мы вот играли в войну, меня поставили на часы, и вот забыли, видимо, сменить, и вот стоит плачет. Полковник там, значит, прослезился внутри себя по поводу того, что настоящее поколение подрастает, спросил, кто ты по званию, тот говорит, я такой-то, я полковник, я старший по званию, иди домой. Значит, парень счастливый побежал домой, и полковник счастливый пошел домой, что есть на кого родину оставить. Вот. Парень идиот. Парень идиот. Не потому, что он не оставил пост. Молодец, все правильно. Но надо же иметь мозги. То есть, ну, можно через пять часов сообразить, что про тебя забыли. Мимо тебя он стоял во дворе, там все описано. Мимо тебя весь день ходили там же люди, твои же соседи. Ну, ты мог почесаться и сказать, тетя Маша, скажи Петьке, чтобы он после ужина спустился к яс поста. Нет, мы будем стоять, плакать, умирать. Мышки плакали, кололись, но жрали картуз. Вот. Я согласен, что резюме, что очень часто мы, ну, не знаю, то есть я за всю свою практику, за 30 лет работы, наверное, пальцев на руках у меня хватит, чтобы перечислить все эти ситуации, когда ко мне приходил клиент с подобными проблемами, когда он либо не может что-то получить, либо не может что-то выкинуть. Мы с ним разбирали ситуацию, и я ему говорил, слушай, я не знаю, что делать, потому что, ну, вот так. Вот, получить нельзя, выкинуть тоже. Спасибо. Дорогие друзья, может, если у кого-то появились вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, поднимайте руки, постараюсь ко всем пройти. Здравствуйте. Меня зовут Алексея. Добрый вечер. В психологии сейчас модно говорить, примите на себя ответственность, возьмите ответственность за свою жизнь и так далее. А что такое ответственность и что сделать после того, как человек ее все-таки принял там? Можно уточнить вопрос? Да, конечно. Потому что я его не совсем понимаю. Ну, что значит принять на себя ответственность? То есть это начать, не ждать, когда кто-то придет и за тебя решит, как тебе жить, куда тебе поступать, где тебе работать, и с кем тебе жить, и как часто тебе с ним жить? Да, ты сам, наверное, начнешь решать эти вещи. В чем вопрос-то? Может быть, я что-то не понимаю в вашем вопросе? В чем проблема? Как принять эту ответственность? То есть, очень многие прикладывают на других. Это не я виноват, это другой виноват. Какой принять? Какой я здесь могу вам дать другой совет? Если вы мне скажете, что вы хотите пить, вот перед вами стоит стакан воды, вот бутылка с водой, налейте сами. Ага, а как? Как прямо сам, да? Как это? Ну, по-моему, только один ответ. Just do it. Ну, просто сделай это. Какие тут еще варианты? Нет, вы подойдите ко мне, помогите, значит, вот хотя бы подстрахуйте. Ну, так это опять... Просто когда-то в один прекрасный момент взять и нанести удар на упражнение. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне заинтересовало. Я уже второй раз встречаю здесь с компьютерами, с коронавирусами. Но, ведь, мы же все вышли из исторического материализма. И было остория. Но, в сути, есть такой принцип. Я вышел из диалектического материализма. Ну, они там, как раз, они взаимосвязаны. А вопрос в том, что... Как вам в вашей деятельности помогает основной принцип материальной посылки? В рассуждениях ваших, прежде чем давать совет. Принцип материальной посылки. Принцип материальной посылки. А что это за принцип? Я читал... Классовки, в принципе. Я не помню... В любом явлении всегда есть материальная посылка. То есть, признак того, действия, события, конфликта. Здесь материальная посылка. Вы поддерживаетесь этого или нет? Если честно, я не помню этот принцип. Но, поскольку я материалист и человек туда поневерующий, у меня, ну, как бы, материальная посылка, кроме нее-то, ничего и нет. С моей точки зрения. Поэтому я не совсем понимаю, в чем этот принцип посылки материальной. Были еще какие-то посылки? Раз вы не занимаетесь? Я не знаю. Я когда был маленький, не помню, в прошлый раз даже, по-моему, здесь рассказывал, у меня была такая смешная игра в детстве, когда мне было лет 7-8-10. У папы был огромный стеллаж с книгами. И тяжелое детство советское. Я брал стержень, иголочку привязывал туда пастелином, ниточкой, отходил на другой конец комнаты, закрывал глаза, кидал эту иголку. У меня была игра. Книга, в которую я попал, я должен был прочитать от корки до корки. Я помню три самых страшных эпизода в моем детстве. Я попал в войну и мир. Ходил за братом потом с книжкой. Там была цитата. В ложе сидела голая Эллена. Я пришел к брату и говорю, почему она сидела в ложе голове? Брат мне сказал, это, говорит, декольте. Я еще пять минут пришел к брату и говорю, кто такая декольте? Потом я попал в Манфрид. Наполеон. Это вот такой зуботропильный том. Я читал его по 50 страниц и умирал. И самое страшное, я считаю, что это наложил отпечатку на всю мою жизнь. В 10 лет или в 11 я попал в Рудкевича диалектический материализм. После чтения таких книг в 11 лет дети становятся либо сумасшедшими, либо психиатрами. Как перестать испытывать чувство стыда, хотя, по сути, ничего постыдного не делали? Внимание на вопрос, а зачем его перестать испытывать? Очень многие мои клиентки, которые приходят с ворохом консервных банок воспитания семейного, когда тебе много лет подряд говорили, что горенькой ходить нельзя. Ну и много чего говорили. Потом девочки и мальчики вырастают, и как бы, ну супруг говорит, ну слушай, ну можно уже? Она говорит, так стыдно. Так вот я в таких ситуациях очень многим клиентам говорю, что ребята, если вы что-то делаете, и вам стыдно, значит вы все делаете верно. И вот если вы что-то делаете, и не испытываете чувство стыда, или, скорее всего, вы куда-то пошли не туда. Поэтому как-то непрадоксально в очень многих жизненных ситуациях, когда ты отекущена определенным, ну как бы, автодоксальным таким воспитанием, куританским, чувство стыда, оно показывает, что, ну вот, ты пошел туда. И просто, как и чувство страха, то есть невозможно избавиться от страха, можно использовать это чувство как стрелочку, куда нужно идти. Вот, точно так же и чувство стыда, от него и надо избавляться. То есть приходишь на туристский пляж, стесняешься и раздеваешься, стесняешься и раздеваешься. Спасибо большое. Здравствуйте. Добрый вечер. Вопрос такой. Один психолог сказал, что сейчас психологом становится улыбок, он уже научился читать. Книг сейчас по психологии много. И, казалось бы, все люди уже немножечко в психологии разбираются. Но почему-то проблем стало по психологии тоже больше. Раньше не было психологии, и проблем тоже вроде как не было. Думы, наверное, не были, но другие. И вопрос такой. В вашей практике не кажется вам, что мнения им не нужны? Они приходят к психотерапевтам просто для того, чтобы пожаловаться, чтобы их выслушали, чтобы уйти от одиночества. Но на самом деле за этим скрывается просто нежелание. То есть им менять ничего не хочется. Им просто хочется с кем-то побыть. Мне сложно сказать, потому что как профессионал я могу сказать, что с профессиональной точки зрения эта проблема решается достаточно просто. Вот поднимается цена. И просто поговорить. Люди после этого идут к друзьям, к родителям в кои-то веки. А если они готовы платить деньги, то люди прямо как-то сразу умнеют. Они понимают, что за свои деньги. То есть можно вы нам дадите какой-нибудь конкретный совет и помощь, как нам изменить свою жизнь, а поговорить к моему дому можно. Поэтому, конечно, многие люди идут за этим. И мне очень не нравится, что современная психология, как бы она даже искусственно подгоняет людей под то, что психолог именно для того и нужен. Я большой противник гуманистической психологии. Это мы и в районе. Что там не нужно давать советов, что нужно эмпатически сопереживать, нужно кондинировать, нужно, чтобы человек сидел и два года в присутствии психолога думал, как бы изменить свою жизнь. Я с этим не согласен, но это уже отдельная тема. Я считаю, что психолог – это банальная сфера обслуживания. Мы должны помогать человеку максимально быстро решать его жизненные проблемы. Но есть такие направления психологии, которые считают, что мы выполняем функцию священника, что раньше люди ходили в священнику, теперь они ходят в психологу. И психолог слышали такую ужасную фразу – «Психолог не должен давать советов». Это ужас. С моей точки зрения. Просто есть практический, я извиняюсь, практический, ну, как пример вам хочу привести. У меня знакомый психолог, к ней клиент ходит больше трех лет. Он бьет себя в грудь, что он меняется, но по факту проблем остается. Он не может больше, чем три года решить одну ту же проблему. Ходит, платит деньги. Я спросил, зачем ты берешь такого человека ленивого? Он говорит, а что? Он пришел, заплатил деньги, я послушал, сказал, да, в конце и разошлись. То есть, эффект ноль. Я ее понимаю. Если бы у меня было мало клиентов, я вел бы себя так же, как она. Мне просто… Я не говорю, что ее поведение неадекватно. То есть, они работают. Его это устраивает. Он платит ей деньги. Обоим хорошо. Ну, не мешайте людям. Занимайтесь. Я бы тоже так работал. Мне просто скучно. Добрый вечер, Бирюр. Господи, я хотела сказать огромное спасибо от всей нашей семьи и от себя лично за эти книги, которые мы каждый топик смакуем, ждем, предвосхищаем, специально каждый день оставляем по топику, чтобы утром за тяжкую кодексу. Действительно, перевернули жизнь. 50 лет выяснилось, что дисциплина рулит перед мотивацией. То, что вы сейчас сказали с этим гвоздиком, да, что вы там бросали. Вы же себя дисциплинированно приучали прочитать эту книгу. То есть, из этой лицей дисциплинированно же это сделали. Настолько меняется существенно настоящую нашу жизнь. Что-то не подсказывает, что мне еще до гвоздика приучили к этому. Возможно, вас приучили, а мы как-то, видимо, прошли мимо и поэтому думали, что мотивация рулит. На самом деле, ничего подобного. Поэтому за каждое вас что-то делать, это книги. Синие книги. Огромное спасибо. И вопрос такой. Вокруг эмпатии? Вы говорите, что это очень важно, существенно, в семье, в обществе. Эмпатия – это вещь, кстати, от рождения или ее можно как-то воспитать, особенно в детях, если ее не додали. Вернее, не положили так в природе. Как вот быть с теми людьми, которые эмпатия не выросла сама по себе? Можно ли ее воспитать? Спасибо. С моей точки зрения можно, потому что эмпатия – это такое эмоциональное сопереживание в отношении состояния другого объекта, человека или машины, от которого очень сильно зависит твоя жизнь. Это врожденное или это приобретать можно тоже? Нет, это врожденное в том плане, что поскольку наша жизнь очень часто зависит от каких-то внешних объектов, в частности, людей, то с этой точки зрения это врожденная особенность, которая позволяет нам выжить. Приобретенная она в каком плане? То есть, когда все окружающие люди вокруг тебя бегают и носят тебя на руках и дуют тебе в попу, зачем тебе эмпатия? То есть, у тебя и так все хорошо. А если ты понимаешь, что радости жизни очень сильно зависят от того, насколько ты заботишься о близких людях, а это их проблемы, как организовать тебя, чтобы ты это понял, это воспитание, то после этого сразу такая эмпатия нарастает по поводу того, что вот как надо себя вести, чтобы в твоей жизни все было хорошо, а не плохо. А когда как бы ты себя не вел, у тебя все в жизни хорошо, эмпатия она просто атрофируется за ненадобностью. Зачем? То есть, можно реанимировать? Конечно, да. Я даже на примере машины могу привезти, то есть, если ты купил какую-нибудь там навыроченную марку, которая не ломается никогда, ну, у тебя нет, эмпатия, то есть, сел, поехал, потому что ты должна ехать. А когда ты покупаешь машину, и ты понимаешь, что вот если не в том направлении пукнула, она развалится, прямо такой ты эмпатично так, дверь открываешь, так это внимательно. То есть, разговариваешь с ней? Разговариваешь с ней. Да, у меня велосипед старый в Перми, я на нем езжу на дачу 40 километров, я с ним разговариваю, мы с ним... Мы проехали 10 километров, спасибо, любимые, осталось 30. 20 километров проехали, 20 осталось, это 4 часа пешком, любимые. Добрый вечер, Леонидович. Меня зовут Леонидович. Женя, у меня такой вопрос, он назрел из вашего ответа на стресс, что это либо, когда мы не можем что-то получить, либо нужно от кого-то или от чего-то избавиться. Вот мне так кажется, что, когда ты понимаешь, что тебе нужно от чего-то от кого-то избавиться, это на себя просто, взял там и избавился. Ну, как-то... Сколько женщин мне говорили, что доктор, так хочется, чтобы выпустили телефон с кнопкой блокировки звонка в пьяном виде. Сегодня была клиентка, она у Леонидовича прочитала, что если ты хочешь завершить отношения, нужно написать большое письмо, сказать ему спасибо, сказать все хорошее, что он сделал. Она написала уже 3 письма. Нет, это же письмо для того, чтобы вернуть... Нет, 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 чтобы отпустить отношения, надо написать письмо, отношения завершены, гешталь закрыт. Спасибо тебе за все, до свидания. И так три раза. Понятно. А насчет получить, мне кажется, мы во многом зависим от других людей, отношения, что там на работе, что в личной жизни и так далее. Мне кажется, что для меня это более стрессовая ситуация, когда невозможно что-то получить. Так тут надо знать, как получить. То есть нужно очень хорошо понимать психологию другого человека, где у него кнопка, у этого электроника. Уметь качественно и больно нажимать на эти кнопки, чтобы у него эмпатия просто... Да, мой вопрос был, собственно, в том, как уменьшить стресс именно от того, что ты можешь чего-то получить. Не то, что уменьшить, а что нужно делать, как на собой работать или как-то можно что-то себе сказать, что-то думать. Здесь в основном стресс связан с... Возможно, вы слышали такое определение мудрости, что мудрость – это когда ты понимаешь, что ты можешь сделать, что ты не можешь сделать, и умеешь отличить одно от другого. Так вот, стресс, когда ты не можешь что-то получить и переживаешь из-за этого, как правило, связано с тем, что нет понимания, что кажется, что я это могу, но не знаю как. Если ты понимаешь, что ты этого не можешь получить, ну, объективно, то есть в силу здоровья я, наверное, не смогу полететь на Луну. Хотя, может быть, и хотел бы. Ну, у меня нету стресса по этому поводу, потому что как-то понятно. Если ты знаешь, как что-то получить, тоже стресса нет, потому что, как еще говорил Ницше, человек может выдержать любое, как, если он знает зачем, то есть если ты посвятил цепочку. То есть если ко мне приходит клиентка и говорит, что ей очень плохо, то есть ее бросил муж, и как бы вот она страдает, и помогите его забыть. И ты ей говоришь, так зачем же его забывать, давай же его вернем. И ты прописываешь ей последовательность ее действий, на какие там больные места надо нажимать, чтобы в определенное время, то есть он как яблочко в центре тарелочки скатился в ее... И дальше остается только научить его ее... Вот, как не расслабляться. Вот, в этом случае нету стресса, человек что-то делает последовательно, то есть вы же когда иностранный язык учите, у вас нет стресса, потому что есть понимание. Вот, есть учебник, вот, раз, два, три, ты выучил. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как предотвратить эмоциональное выгорание, в частности, в медицине? Потому что, говорят, что все медики используют какой-то цинизм к людям. Это обязательный пункт к предотвращению эмоционального выгорания или нет? Самый простой способ предотвратить эмоциональное выгорание, кем бы ты ни работал, я терпеть не могу этот термин, потому что психологи очень часто любят называть себя помогающей профессией. И медиков туда же, да куча. Вот, когда я на одной такой конференции задал вопрос, назовите мне, например, хотя бы одну и не помогающей профессии, психологи сказали, Юрий Роберт, что вы же понимаете разницу между таксистовым психологом, или нет, я не понимаю. Это одни и дешевые профессионалы, которые помогают в разных проблемах. Поэтому, что касается эмоционального выгорания, я могу вам сказать, что самый лучший способ это уволиться. Потому что не бывает профессионального выгорания, бывает выгорания непрофессионалов, дилетантов в профессии, которые не приспособлены, и ничего плохого в этом нет. я вам уже пример приводил. Если меня сейчас заправить в космонавты готовиться, я там выгорю через Квечево выгорю. Вот, все вокруг выгорю, остатками ужина, потом кутру выгорю сам. Поэтому, что касается цинизма, это очень замечательное слово, оно происходит, в Древней Греции была такая любимая мною школа кинников, то есть там были гедонисты, стойки, в том числе кинники. Это были волшебные ребята, которые говорили, ребята, ну, слушайте, ну, давайте не будем усложнять жизнь, давайте будем проще, ну, вот же лучше животные как-то, тоже как-то радуются жизни. Давайте, вот смотрите, собачки бегают, помните детское? Хорошо быть кошкой, хорошо собакой. Я хочу протихопичку. Вот, так вот, от этого слова, от этой философской школы произошло кинники, это циники современные, вот, кинология, это однокоринные слова с циниками. То есть циники это всего лишь люди, которые относятся к жизни так, как она есть. Вот, и плохо это или хорошо? С моей точки зрения, хорошо, когда ты воспринимаешь жизнь такой, какая она есть, ты понимаешь, что жизнь вот она такая и другой не бывает. Причем они есть не только среди медиков. Пример цинизма с этой точки зрения, с моей точки зрения, это мальчик, который я никогда не забуду в областной онкологической больнице, в Фернской, мальчик десятилетний, очень циничный, очень циничный, в хорошем смысле этого слова. Он получал очень дорогое лечение, очень дорогие лекарства, каждая ампула стоила бешеные деньги. Он перед обедом подошел к следующему врачу, отдал ему ампулу, сказал, я после обеда умру, давайте не будем раскладывать лекарства. И после обеда умер. он без скандалов, без истерий, без спокойно относящихся к своей жизни. Это плохо. Ну вот медики, медики, генические психологи, которые постоянно работают вот с этой, чем есть, они становятся, ну, с точки зрения, как бы, нормальных людей, но они циничные. Но с точки зрения, с моей точки зрения, они более как бы трезво смотрят на жизнь. Плохо это я считаю, что нет. Я ответил на вопрос. А если ты приходишь туда с идеей, что ты всех должен спасти, всем должен помочь, что все больные поправляются, все болезни вылечиваются, ты выгоришь, потому что, ну, это не так. Спасибо, дорогие друзья, у кого еще вопросы появились, пожалуйста, на столбе. Дорогий Викторович, у меня второй вопрос касается истории вообще-то теории стресса. Как вы, в вашей работе, помогает история деятельности канцер-сирии, основательной теории стресса? Вопрос не понял, то есть, я описал, стресс, с точки зрения физиологии стресса, поскольку я врач, соответственно, я знаю все эти процессы, которые происходят во время стресса, я понимаю, каким образом эти физиологические процессы при длительном психологическом напряжении, на какие системы организма они влияют, как из этого вытекает партиальная астма, как из этого вытекает кожное заболевание, как из этого вытекает расстройство желудочно-кишечной деятельности, сердечно-сосудистой деятельности, все это в основании, какие гормональные изменения при этом происходят, и почему у мышек выпадают волосики, конечно, это очень здорово помогает. Единственное, что я, хоть имею базовое медицинское образование, я все это знаю, но моя задача не медикаментозно замедлять выпадение волосиков, и не медикаментозно замедлять время от стрессовой ситуации до конечного состояния, моя задача людей извлекать психологически, помогать им выходить из этой клетки, а это уже больше имеет отношение даже не к медицине, а именно к психологическим, клиническим психологическим аспектам. Если люди будут знать даже такое имя как Ганс СиЕ, может быть, чем-то помочь, поможет это, если они обратятся в интернет, читают? Я не уверен, потому что, во-первых, теория СиЕ не такая уже простая, и во-вторых, сейчас мне рассказывали про то, что есть такое школа направления нутрицепции, есть такое. То есть, это люди, не имеющие медицинского образования, они где-то там быстренько за несколько месяцев становятся специалистами по тому, какие продукты должны попадать в организм, и очень быстренько выписывают на левый, на правый рецепт, вот, когда врачи видят, что там выписывается, у них тоже как у тех мышек волосики выпадают. Спасибо. Дорогие друзья, еще вопросы, пожалуйста, у кого появились? Так, нечего. Я просто смотрю на вашем сайте, у вас там мероприятия проводятся, мы в Перми туда идти не можем, а здесь может быть это тоже что-нибудь происходит? А, вам просто понравились мероприятия? Не то, что там часто, а только те, какие я там провожу. Так, слушайте, я ведь это самое, как какую-нибудь профессию померчить назвать-то, ну, типа, кто пригласит, я туда и приеду. В Перми я просто неудобнее проводить, потому что мои родители там живут, естественно, и у меня организация там находится, я туда приезжаю к родителям, и мне всегда удобно там заодно провести что-нибудь, пока я там. Вот, если вы меня пригласите из Санкт-Петербурга, то я же приеду в прошлом. Это что? Еще можете последний вопрос? Извините, я хотела спросить, учитывая ваш колоссальный практический опыт за эти 30 лет, что вас больше всего удивляет в людей? Что как бы быть состатичным парадом нашего восприятия? И можно ли с этим что-то сделать в общем-то как бы? И вообще, а вас что-нибудь удивляет, а то общее что-нибудь объединяет нас в людей, вот, приходящих к вам войдем в сторону. Нет, за последние годы, ну, наверное, фактически мне не было ситуации, когда бы я бы удивился. То есть, практически вам понятно, да, вот, как работать с людьми? Да, то есть, для меня работа психотерапевта, клинического психолога, психолога на сегодняшний день это, как тебе, как решение школьных задач, бассейн из трубы обтекает воды столько-то, вытекает столько-то, как сделать так, чтобы бассейн жизни наполнился счастьем. То есть, это математическая задача, которую ты решаешь, человек говорит, и то, и мне что-то хорошо стало. Сверяешься с ответом в конце учебника, там написано должно стать хорошо. Вот, а что-то меня, что-то меня удивило, кто-то за последние два года. Психологи меня удивили за, психологи меня удивили за, буквально за последние полгода меня психологи удивили дважды. Это закон парных случаев, это не клиент, психологи меня удивляют отечественные, вот, их выдающиеся вершины полета мысли. Значит, это пришла, пришла женщина, которые в школе психологи сыну сказали, что она должна обеспечить постоянный контакт сына с его биологическим отцом, который алкоголик и давно их бросил и забыл, как они живут, потому что в противном случае, если она не обеспечит контакт сына с отцом биологическим, сын вырастет на алкоголиков или гомосексуалистов через апритуду. Для школьного психолога это совершенно ряда ближайшие понятия, гения, психология. Вот, то есть она теперь должна найти где-то этого алкоголика и обеспечить контакт. Я ее спрошу, а если, не дай бог, биологический отец будет, во-первых, биологический отец, представляете, а алкоголик и гомосексуалист. Интересно, как контакт с ними? Не успел я отудивляться этой истории, приходит другая моя клиентка, у которой ей 30 лет, у нее сложности в межлических отношениях, и она просит помочь их решить. И ее психолог сказал, что она должна найти своего биологического отца, все по тексту алкоголика, который забыл о ее существовании, непосредственно сразу после ее рождения, и попросить найти его, приехать к нему и попросить у него разрешения на свое женское счастье. Ах! Ах! Это... Вот это как? То есть, ну хорошо, нашла она его. Там сидит мужчина, которому вообще там 30 лет было неинтересно, что у него там есть дочь, ты к нему заходишь и говорит, папа, дай мне разрешение на ее женское. Он говорит, не дам. Ну это что, ну удивляет смарт-даптика. Клиенты? Нет, клиенты не очень удивляют. Добрый вечер, меня зовут Марина, и у меня есть вопрос к вам, мне 25 лет, и я в свои 25 лет совершенно не задумываюсь о детях, и даже более того, мне, признаюсь, мне очень приятны грудные дети, мне нужна помощь специалиста. В каком случае? Ну, во-первых, вы врете, чтобы о них не задумываетесь, если вы не задумывались о состоянии крыши в здании, в котором мы сейчас сидим, так вы поняли и не спросили. Поскольку вопрос задается, чего-то там такое задумываетесь, но на сегодняшний день вы искренне считаете, что мне это пока неинтересно, и может быть, будет неинтересно в дальнейшем. Ниже никакой необходимости обращаться в этой связи к психологу, потому что есть одно из направлений Child 3. Направление, как направление, то есть любовь, как это я недавно сказал, что любовь к детям уравновешивает наше желание их убить. Любовь к детям дана, любовь к детям дана, чтобы уравновесить. Поэтому есть такое направление. Если вам от этого будет хорошо и комфортно, я бы считаю, что это ненормально для девушки. Это ненормально в том плане, что это не основная масса населения. Ну, быть левшой тоже ненормально, но живут ведь. Поэтому не знаю, моя старшая дочка тоже мне очень долго говорила, не помню, скольки, что мужчины это как бы все не совсем хорошие животные, и как бы зачем мне все это. ровно до тех пор, пока не столкнулась с проблемой обеспечения финансирования собственной жизни. Тут оказалось, что мы не только козлы, но еще источник финансирования, а родиманную волшебную внучку, которая только что закончила на хорошо и отлично второй класс. Самый умный человек нашей семьи. я привез ей фломастеры большую упаковку из Франции, она взяла, принесла домой, рассыпала их по полу, и мою дочку старшую просят мамке помоги мне их собрать, пожалуйста. Там что-то делали, говорит, слушай, смотри сама, я в тебя верю. Она так на нее посмотрела, внимательно, говорит, вера, еще никому не помогала. Так смеялись. И она, когда ходила, молодежь постоянно катит дочку на то, что там Юрий Робертович, в вашем поколении легко помнистать про отношения в вашем поколении близкому к царской семье с точки зрения там были мужчины, а вот сейчас как бы все плохо, кто скололся, кто сидит. Я всегда привожу пример, как у меня внучка ходила в подготовительную школу для поступления в первый класс и с ней сидел мальчик и этот мальчик, у него случился насморк и она ему дала носовой платок. Он забыл карандаш и она ему дала свой. Он сделал ошибку, она ему потерла и исправила. Он после этого взял его поцеловал и сказал «Теперь я должен на тебе жениться». Нормально подрастает поколение, за которое я спокоен. Спасибо. у вас. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое бронхиальная астма с точки зрения психологии и как от нее сладится? С точки зрения психологии бронхиальная астма это психосоматическое заболевание, когда в результате хронического эмоционального напряжения нарушается обменный процесс в очень тонких и очень специфических структурах легких, потому что они очень нерадимы, они ответственны за непосредственный контакт с окружающей средой, часто с воздухом. И в силу вот этого хронического перенапряжения возникает что-то типа феномена идиосинкразии, но, скорее всего, вам этот термин не знаком, это повышенная чувствительность. Если вы обгорите на солнце, любое прикосновение, нормальное прикосновение в обычном, в обычной ситуации будет вызывать повышенное раздражение. У человека с бронхиальной астмой непосредственно даже контакт с воздухом, с холодным воздухом вызывает помимо его желания спазм сосудов, что приводит к нарушению дыхания. И, естественно, только в данном случае медикаментозными препаратами, которые просто искусственно ломом разрушают этот спазм, ситуацию с моей точки зрения не нормализовать, точно так же, как перед гипертонической болезнью. То есть нужно сначала, если мы видим человека с бронхиальной астмой, ищи ту раскаленную плитку в его жизни на которой он сидит голой попой. Самая гипертоническая болезнь, то же самое это язвенная болезнь желудка, 12-перстные киски, то же самое эрозивный язвенный колит, экзема, псориас, нейротермиты. Всегда на втором плане мы всегда видим какую-то хроническую ситуацию, в которой человек находится, не видит с нее выхода. и с моей точки зрения только медикаментозное лечение, имеется в виду соматическое, в данном случае полностью не поможет справиться с проблемами. Вот это и есть материальная посылка, которую вы неявно используете. А что из того, что я рассказывал, является материальной посылкой? А вот это вообще для всех болезней, которые имеют свою материальную основу. Рассмотрение их с материальной точки зрения. Я прошу прощения, пожалуйста, без прямого диалога между залом автором. Если появляются вопросы, поднимайте. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Дарья. Мне 27 год. И я хотела бы узнать, как себя морально подготовить к стрессу, если ты знаешь, что он 100% будет. И работает ли в этом случае самовнушение? Конечно, нет. Не работает. Потому что внушение, что все будет хорошо, работает с точностью наоборот. То есть это вредит. Внушать себе, что все будет плохо, смысла не вижу по понятным соображениям. Поэтому в данном случае я всегда вам благодарю об этом. Что в стрессовой ситуации и вообще, чтобы не было никаких стрессовой ситуаций у вас, самый лучший способ самопомощи это так называемое негативное мышление. Ты должна просчитать. То есть, должна произойти какая-то ситуация, которая, скорее всего, с твоей точки зрения будет развиваться не очень хорошо. и это тебя напрягает. Но напрягает, как мы здесь уже говорили, только тогда, когда есть какой-то стресс, а ты не знаешь, что с этим делать. Соответственно, ты должна, чтобы избежать этого стресса, избавиться от него или перенести его легче, ты должна четко понимать, что ты будешь делать при негативном развитии сценария. и все, потому что, по большому счету, это очень несложно, потому что это же касается всего лишь каких моментов. Это, собственно, здоровье и жизнь, это здоровье и жизнь близких людей, это социальный статус, материальное положение. Это вот и все, по большому счету. Какие еще там, цвет машины не тот купила. Ну, как-то можно с этим справиться. То есть, по счету всех худших вариантов. Я вас ждал сегодня на презентацию книги? Ну, нет. Конечно, нет. То есть, я предполагал, что я приду сегодня к 7 часам, никому я не интересен. Я знал, что здесь столик там заказан с бесплатным кофе. Я попью, в худшем случае, кофе со своей любимой Катейниной, которая живет в Санкт-Петербурге. Вот, и мы счастливы и пойдем гулять. Два варианта, оба хорошие. Но не тут-то было, да? Тоже хорошо. Юрий Роберт, то есть, стресс просто, а может ли стресс в каких-то отдельных случаях быть полезен или помогать для решения каких-то стрессов? Конечно, да, мы же об этом с самого начала сказали, что существует позитивный стресс. То есть, это когда изменение окружающей среды вызывает ответную реакцию в виде арус-реакции. Это реакция активизации всех ваших каких-то процессов и даже элементарные вещи. То есть, то, что советуют психологи, когда вам нужно активизировать свое внимание очень сильно надавить между большим пальцем и указательным сделаете себе очень больно, там располагается очень большое количество биологически активных точек, это стрессовая ситуация, очень больно вызовет активизацию внимания, организм скажет, что происходит, и заодно выучат пару билетов. вопросом. — Хорошо. — Еще раз добрый вечер. Мновенный вопрос про самовнушение. Как вы относитесь к гипнозу, работает ли гипноз, и поменяет ли вы его в своей практике? И все, много-много хотелось бы услышать про гипноз. — Я не психоаналитик, я ортодоксальный фридист. Это разные вещи. Уважаемый Зигмунд Фрид, он в свое время в учебниках у нас написано великий Фрид поехал учиться во Францию в клинику сарпетриэтор к великому Шарко. Шарко показал ему гипноз, Фрид вернулся в Вену, и стал практиковать гипноз, и очень быстро убедился, что гипноз неэффективен. Потому что, когда ты показываешь гипноз студентам, как это делал Шарко, это очень эффектно. Но, когда Фрид начал его практиковать в Вене, там была определенная среда больных, эти больные приходили к нему, он говорил, что у них все хорошо. Это было очень эффектно, они говорили, все хорошо, платили деньги, выходили, и через день-два возвращались к нему назад. То есть, с тех пор, собственно говоря, ситуация не поменялась, гипноз это эффектно, но абсолютно, как бы достаточно бесполезная в подавляющем большинстве случаев методика, которая позволяет быстро внушить человеку, что у тебя все хорошо. Но, многие мужчины этим пользуются. Журнал московский какой-то присылал, присылает мне письма читательниц, и вот там прислала читательница письмо, что мне делать. Она пришла с мужем в гости к друзьям, у друга на кухне дверь с прозрачным стеклом, и когда друг напился, вот она пошла на кухне, обнаружила там мужа обнимающимся с женой друга. Вот, когда она сказала, что это такое, вышел муж и сказал, тебе показалось, ничего не было. И она пришла, как бы, вот, пишет письмо, значит, что вот, доктор, что ж такое, то есть вот у меня галлюцинация уже, то есть я что-то не доплежу. Вот, поэтому гипноз, с моей точки зрения, как терапевтическая техника, крайне неэффективен, очень часто вреден, вот, я его использовал один раз в жизни, мне до сих пор стыдно. Это, когда я только учился в ординатуре, мне дали первому, одного из первых моих больных, мальчика с бессудорожной эпилепсией, которым была в Санкт-Петербурге, кстати, это давно было, 88-й год, ему была сделана операция, у него был выявлен начат возбуждения головного мозга и был заморожен с помощью жидкого азота, но, видимо, азота не пожалели, вот, и там, вместе с припадками, припадки исчезли, но и ушла значительная часть психики, он стал очень, произошли изменения личности, он стал очень нудный, такой вот, застреваемый, обстоятельный, пенотичный, ну, вот, как скажи, очень пожилые люди, кто? как эту ринку? Он ставил стул рядом с ординаторской, говорит, откуда я выходил, и каждый раз, когда я выходил или заходил, значит, вот, доктор, у меня тут вот хрячек, по-моему, более мягкий, чем здесь, давайте пощупаем, что-то здесь не так, нормально, все, вот тут череп щупал, что-то тут, вот, не ямка какая-то, давайте пощупаем, и так каждый день, и когда заведующий на обходе спрашивал, как делал, мне очень плохо, а заведующий очень не любит, когда у пациентов очень плохо, месяц, вот, поэтому старшие товарищи научили меня, что делать, я завел в медсестринскую, они мне научили, как это делать, я ввел в состоянии гипноза, внушил, что у него все хорошо, и он очень хочет домой, за 10 минут до обхода заведующего, не выводя его из гипноза, отвел в палату, идет обход, подходит заведующий, говорит, как у тебя дела, он говорит, очень хорошо, так что же, говорит, на выписку, я очень хочу домой, мне до сих пор стыдно, потому что я видел его глаза, когда он выписывался, он понимал, что все, что он сказал, это сказал он, но он не понимал, как, как он мог это сказать, ну и вот, ну понятно, что там от нашего лечения толку уже бы там никакого не было, но, ну вот это смысл, на центральном обходном рынке у людей золото отнимать цыганкам, это, у гипноза, это очень хорошая штука, там как-то от лечения, ну, не знаю, плохо я отношу к гипнозу. Я хотел продолжить ваши слова по-другому того, что у вас вот стресс почему-то незаконно загнали в негативное понятие, хотя на самом деле мы прекрасно понимаем есть состояние дистресса, когда человек понимает о том, что ситуация, он ничего не может сделать, он автоматически уходит в состояние дистресса и дальше срабатывает психосоматика. если человек понимает, что да, это стресс, но он может, у него появляется так называемое ресурсное состояние. Да. И вот я хотел сказать, продолжая ваши слова, что на самом деле стресс – это хорошо, потому что реакция на страх, и если проработать этот страх, человек получает внутреннюю силу и уверенность дальше действовать более свободно. Либо человек живет с этим страхом и угнетает себя этими правилами, вместе с придуманными. А что вы понимаете под проработкой страха для вас интереснее? Ну, допустим, как сказал Юнг, он сказал, надо набраться силы и посмотреть страху в глаза. То есть увидеть, что страх на самом деле придуманный. Спасибо. Я с вами, и с Юнгом, я прямо в одной команде. Да? Есть такой замечательный писатель Александр Цыпкин. Может быть, вы слышали про него в мистящей рассказах, и что у него есть Анна Ксенца на судьбу плакат. Она, кстати, по-моему, в Санкт-Петербурге. Гениальная совершенно вещь. И она мне недавно прислала фотографию, где на стене такой плакат, не плакат, граффити, значит, и в каком-то из европейских городов, и там написано «Все самое лучшее в твоей жизни скрывается под устроен твоих страхов». Гениально сказано. Поэтому проработка страха заключается не в том, что ты ходишь два года к психотерапевту и пытаешься проработать его таким образом, чтобы он исчез. Проработка страха заключается в том, что ты прямо вот идешь просто на страх. Тебе очень страшно, у тебя все трясется. Вот ты в памперсе. Вот и идешь. Спасибо большое, дорогие друзья. Последний на сегодня вопрос будет. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как вы решаете общаться с родным отцом и волноваться за него, если ему, грубо говоря, все равно тебя, родители в разводе. Ну, как совесть успокоится, муж отец? Спасибо большое. Понять, что ты очень бессовестный человек про себя, что ты нехороший человек, потому что рядом с тобой обязательно, я уверен, есть очень близкие люди, которым вы не безразличны, которые, наверное, что-то делают хорошее для вас. Это могут быть там, юноши, мужчины, то есть это могут быть друзья, подруги, учителя, с которыми у вас многие годы хорошие отношения. И вот вы, вместо того, чтобы думать об этих близких и родных людях, которым вы не безразличны и которые вам не безразличны, вместо этого вы тратите время своей жизни на то, чтобы пытаться выстроить отношения, переживать и стыдиться того, что вы как-то не можете выстроить отношения с человеком, которым вы глубоко безразличны. Это одна из страшнейших ситуаций, с которой я сталкиваюсь в своей практике и в этом отношении я не знаю, то есть я не знаю, чем-то связан, то есть россиянии какие-то сумасшедшие. Я знаю, что в Южной Америке есть такие народности, которые в какой-то праздник откапывают всех своих предков, сажают рядом с собой, но у меня такое ощущение, что россиянии, то есть какая-то раздневилась этой народности. Вот хлебом не корми, но да и вспомнил. Клиентка меня удивила. Но это было года два назад. Клиентка из того города, где я родился, из Березняков. Замечательная клиентка, волшебная. Их две близняшки. Папа их бросил, когда им было шесть дней. Мама страдала алкоголизмом и исчезла, когда им было то ли 13, то ли 14. сейчас вы ее больше никто не видел. Они настолько классные, что соседи не сдали их в службу социозащиты. Они их выходили, выкормили, ну, смысле, помогали им выжить, они прожили, доучились вдвоем с сестрой, встали на ноги, выросли, одна вышла замуж, у нее все хорошо, вторая, у нее все не очень хорошо было в личной жизни, но у нее бизнес, она на грамоте, и она приехала вперед. Вот. Открывать магазин, развивать бизнес, и в том числе пришла ко мне поработать в плане того, что давайте, доктор, как-то с бизнесом все хорошо, давайте теперь еще личную жизнь наладим, тем более, что у сестры все хорошо, мне завидно. Вот. И на какую-то консультацию она приходит, я чуть с дивана не упал. Она мне говорит, значит, доктор, давайте на этом нашу работу завершим. Вот. Мне, говорит, я не могу сейчас себе позволить это, мне сейчас пока не до личной жизни, давайте отложим это на неопределенный период. Я говорю, доктор, у меня счастье. Я говорю, что случилось? Папочка приехал. Я говорю, в смысле? Папочка приехал, что-то, почти лежал, я говорю, что-то, бухал, Я подумал, что где-то эти кариночки мои, там где-то живут же, вот. И поэтому, говорит, мне сейчас, говорит, квартиру надо покупать, значит, лечить папочку, значит, вот деньги, значит, сейчас вот все на папочку. Доктор счастья какой, говорит, ты что делаешь, говорит, да что, папа же. Я это не понимаю, если честно, может быть, я не прав, то есть, ну, не знаю, я же, вот. Вот, у меня, цензурных слов у меня нету, вот. Я понимаю, что это очень сложно психологически, но как-то надо через это перешагивать. Я считаю, что я всегда привожу примеры этой моей пациентки, это жесткий пример, я понимаю, и, может быть, вы меня осудите. У меня была клиентка, которая страдала тяжелейшего женского алкоголизма, вот. Я считаю, что она вылечилась от алкоголизма не тогда, когда она бросила пить. Она вылечилась от алкоголизма, когда она совершила другой шаг. Ее в детстве сдали в детский дом родителям, потому что они хотели мальчика, родилась девочка, а потом, когда родился мальчик, они сдали в детский дом, ну, чтобы не мешало воспитывать мальчика. Нормально? Ну, нормально. Это еще Советский Союз был. И она в детском доме состоялась, она там тоже занималась бизнесом, встала на ноги, и потом родители много лет приходили к ней на работу, открывали сейф спинка, доставали оттуда деньги и говорили ей, что, как бы, вот, мало зарабатываешь, сынка любимый сидит в тюрьме, нужно, как бы, чтобы тюремное начальство любило его, как родная мама, а его в тюремном начальстве долго стоит. Вот, и она все переживала, страдала, и в конце концов она нашла суррогатную маму, это алкоголь, глубинная психология, вот, и спилась быстро. Так вот, она вылечилась, она вылечилась не тогда, когда она бросила пить, она вылечилась тогда, когда она отказалась, она отказалась идти, кто-то меня спрашивал, как принять ответственность за свою жизнь, она отказалась идти на похороны своей матери, она сказала, я ее не простила, и не пошла. Ей все отзвонились и сказали, кто она такая. Она сказала, я вас услышала, это мое мнение, я не пойду. После чего неделю лежала лицом к стенке, так ей было плохо. После чего она стала нормальным человеком. С моей точки зрения. Вот, но, конечно, то есть с точки зрения, там, гуманизма, это прощение, там, вторая щека, там, вы меня можете закидать яблоками. Но вы же меня спросили, я ответил. Это мое мнение, я, как бы, вот, Спасибо большое, Евгений Роботович. Дорогие друзья, к сожалению, время нашей встречи подошло к концу. Аплодисменты на... В порядке живой очереди у всех есть прекрасная возможность по одному подняться на сцену и подписать ваши книги у автора. Первое. Первое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо 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 Спасибо